Две ночи подряд в Екатеринбурге в квартале от Южного автовокзала и в двух трамвайных остановках от него же трещали стекла дамских салонов красоты. В субботнюю ночь на улице Щерца в сторону центра города брели два бухих пацана с барышнями, один из них, оторвавшийся от троицы, нетвердой походкой забрался на порог маникюрного салона на первом этаже трехэтажки с номером 51-Б. И там, покачнувшись, юнец ударил со спиной о входную группу. Его приятель с бутылкой в руке, бросив девушек по ухарски с ноги, ударил в дверь и, пробив стекло, застрял ногой в пробойне. Порезался ли сокрушитель о стеклобойную зазубрину или только кроссовок едва не потерял, осталось загадкой. Хозяева маникюрного салона написали заявление в полицию, приложив в качестве вещдока запись с камеры наружного наблюдения. А за сутки до того, в двух кварталах от маникюрного салона, одинокий мститель в черном побил камнями стекла в салоне красоты на Большикова 147. И у этого стеклобойщика в руке был предмет, похожий на пол-литровку, схваченную за горло. И он целенаправленно искал в снегу каменюки поувесистее. При этом одним броском с разбега он не насытился. Мститель нашел в снегу отличивший от разбитого стекла булыжник и бросил его вновь. Администраторы в недоумении, их салон даже не открылся, а теперь из-за стеклобоя торжественный пуск вообще откладывается на конец марта. Салончики утверждают, что ни с кем они не враждовали и угроз не получали. Обращаться в полицию они не стали, надеясь, что огласка им поможет сыскать мстителя в черном. Не иначе весной запахло и у пацанов с перепоя гормон взыграл. Всем мужчинам, поддержи новости Шеремета. Оформи спонсорство и купи сувенирные кружки с символикой СМЕРШ, директором Шереметом и боевым советским оружием в его редакторских руках. Кружки из коллекции СМЕРШ ждут ваших заказов на сайте Инсталук. Жми по кружке с армейской звездой. Жми по кружке с армейской звездой.